Инженерный институт Насибуллин Айбас Айратович Здравствуйте Что ж, приступим Какие вопросы чаще всего студенты задают вам в преддверии приемной кампании Точнее будущие студенты Да, действительно, во время дня открытых дверей абитуриенты, родители задают такие вопросы Кем станет выпускник, где он сможет зарабатывать деньги, то есть где он трудоустроится В каких сферах, государственная сфера или частная сфера Вот это заработная плата, трудоустройство, самые актуальные вопросы на сегодняшний день у абитуриентов Тогда расскажите, пожалуйста, поподробнее о ваших направлениях в институт В инженерном институте реализуется и идет набор на 4 программы бакалавриата И на сегодняшний день уже 7 программ магистерских Если сказать про бакалавриат, то здесь первая группа – это управление качеством Вторая группа – управление роботизированными производственными системами робототехника Третья группа – проектирование и эксплуатация объектов топливно-энергетического комплекса И четвертая группа – это техническая физика с профилем водородной энергетики Какие, на ваш взгляд, самые популярные среди абитуриентов? Возможно, за последний год Отмечается интерес абитуриентов и со стороны общества Мы видим, что очень активно развивается сфера робототехники На сегодняшний день это как и промышленная робототехника, так и андроидная человекоподобная робототехника И здесь отмечается рост абитуриентов, рост проходного балла Также по потребностям наших энергетических компаний в прошлом году был объявлен набор И было набрано две бюджетные группы, связанные с объектами топливно-энергетического комплекса То есть это традиционно для нашей страны, это направление также вызывает интерес Управление качеством – это уже специальность с достаточно большой историей И здесь традиционно идут ребята, те, кто хочет заниматься вопросами сертификации, аудита, экспертизы Ну, не могу не задать вопрос, который задает большинство родителей и абитуриентов Вообще, на каких должностях работают ваши будущие студенты, точнее, выпускники? Вот здесь я бы хотел слово Айвазу передать, да, представить, что это наш выпускник То есть в свое время он нам поступал на робототехнику, бакалавриат отучился, далее отучился в магистратуре И является кандидатом для обучения в третьей ступени в аспирантуре на сегодняшний день И также мы его пригласили, чтобы он от своего лица представил, рассказал Да, по поводу, куда могут поступить абитуриенты Я заметил, при обучении на инженерном институте мы проходим довольно большой спектр специальностей Которые пригодятся в дальнейшем, потому что уже при собственной деятельности в рамках компании в аэротехнологии Когда мы начинаем стартап, я заметил, что мы прошли все этапы, которые, все знания пригодились, которые я проходил на инженерном институте Начиная от того, как создать компанию, как сделать стартап, с чего начать, заканчивая сертификацией и метрологией И практически все знания мне очень хорошо пригодились Я их прямо повторил за два года работы в рамках уже компании Расскажите, были ли какие-то, может быть, мероприятия, направленные на ваше дальнейшее трудоустройство? Проходил практику, у нас такие мероприятия с точки зрения практики больше, наверное, востребованы Всем новым студентам, абитуриентам я советую проходить практику в специализированных компаниях Я сам лично проходил в компании Эдос Робототехника И это очень-очень помогло в дальнейшем понять, как все это изнутри работает Как применяются как раз-таки робототехника в производстве, в промышленности Как можно автоматизировать производство В Казани существует еще несколько других компаний, которые специализируются на производстве именно роботов Также можно пойти на любое производство, где внедряют автоматизацию Спасибо Следующий вопрос поступил от ученика старшей школы Расскажите, пожалуйста, есть ли целевые места, если да, то какой конкурс в этом году? При поступлении в инженерный институт, да, есть квота для целевого набора На сайте приемной компании они отображены Если не ошибаюсь, это 10 бюджетных мест для поступления по целевому обучению Здесь следует отметить, что абитуриенты заранее заключают договор между университетом, организацией Идет юридическая проверка этих документов И действительно эти ребята претендуют и поступают на целевые места Конкурс на целевые места он также есть И там уже между теми абитуриентами, у кого высший балл, проходит на это целевое бюджетное обучение В связи с конкурсными непосредственно мероприятиями, скажите, какие проходные баллы были в прошлом году на управление качеством? И можно ли на них ориентироваться в этом году? В прошлом году у нас было 65 бюджетных мест на управление качеством В этом году 70 бюджетных мест, соответственно, на сайте приемной комиссии отображаются проходные, минимальные баллы прошлого года, позапрошлого года На них можно взглянуть, но из года в год меняется картина и надо отслеживать по своему индивидуальному рейтингу свое поступление Следующий вопрос, думаю, будет к Айвазу Аратовичу, потому что непосредственно как ученик, бывший студент Инженерного института Расскажите, в чем специфика обучения в Инженерном институте? В Инженерном институте очень много лабораторий укомплектованных И если студент выражает желание как раз-таки уже в практическом плане выразить какие-то наработки с университета Он может прямо полностью использовать множество лабораторий в Инженерном институте У нас очень много, в Инженерном институте много профессиональных промышленных роботов, с которыми можно заниматься И практически безбарьерно уже интегрироваться после обучения в производство Потому что в производстве как раз-таки используются те же самые роботы Это KUKA Robotics самое основное Также все остальные производители, у них примерно похожая как раз-таки логика работы Поэтому помимо роботов, там в Инженерном институте есть много 3D-принтеров Других очень сложных оборудований профессиональных, которые вот так вот сразу не достать, не купить, не попробовать В Инженерном институте все это можно сделать бесплатно Поработать над ними, повысить свою квалификацию И уже претендовать на работе, на более высокую зарплату как специалист Спасибо Насколько я знаю, многие ребята путают Ваш институт с институтом физики Расскажите, пожалуйста, в чем отличаются, как раз-таки, возможно, некоторые учебные программы института В чем заключается тоже некая специфика Отличие от института физики Ну здесь я отвечу то, что, ну и продолжу, да, действительно Огромная лабораторная база Это вот здесь также необходимо озвучить Это станочный парк, то есть это станки с числовым программным управлением Все-таки ориентированным на промышленность производства предприятия Институт физики ориентирован на фундаментальную науку У нас же инженерное направление, фундаментальные основы в области инженерии Вот в этом, наверное, изюминка инженерного института Спасибо большое за ваше разъяснение Также вопрос от учащегося старшей школы Я хотела бы заниматься робототехникой Мне к вам? Да, это к нам в инженерный институт Есть направление, получается, да? Как называется? Управление роботизированными производственными системами Это в рамках бакалавриата Также отмечу, что идет разветвление на промышленную робототехнику И второе, это андроидная робототехника, человекоподобная В магистратуре магистерская программа называется уже Инновационные технологии управления робототехническими системами Спасибо Здесь следует отметить, вот по робототехнике, когда ребята задают Надо сразу понимать, что ребята могут робототехникой заниматься в форме программирования движения роботов В форме конструирования, железом занимается конструированием робототехники В форме сервиса и обслуживания робототехнических изделий И вопросами искусственного интеллекта, вопросами программирования То есть в Казанском университете уделяют большое внимание этому направлению Отлично Расскажите, есть ли возможность студентам совмещать работу с учебой? Есть ли заочное направление? В инженерном институте только очная форма обучения Так как всегда считалось и считается, что получить компетенции, квалификацию инженера Возможно только при дневной очной форме обучения Заочного, вечернего обучения в инженерном институте нет Ну тогда один из крайних вопросов Какие, по вашему мнению, самые востребованные профессии на рынке труда из вашей сферы? В целом, вы можете вдвоем ответить, по очереди А у вас как представитель уже Самое такое сейчас на рынке востребованные Ну, конкретно для нас это 3D-печать Все, кто занимается 3D-принтерами Это сейчас является таким супер востребованным в плане мелкосерийного производства Инновационного производства Какой-то новой продукции Это все инженер, который владеет 3D-принтерами Также остальными ЧПУ-станками Это сейчас прям такая нехватка есть Также это программирование Самое, наверное, такое востребованное в программировании именно робототехники Потому что сейчас основной рынок наполнен именно программированием Таких вот в сфере услуг, что-то вроде сайта сделать Приложения Это также востребовано Но сейчас ощущается нехватка именно таких профильных знаний В сфере программирования по робототехнике Программирование не только по робототехнике Именно, скажем, аппаратных комплексов Программно-аппаратных комплексов Чувствуется нехватка Также по электронной части Все, кто как-то имеет хорошее профессиональное знание в сфере электроники Они прям срывают прям Все хотят их, короче Спасибо Как думаете, вот какие именно большинство компаний у вас трудоустроят студенты? Ну я здесь отмечу, что со стороны государственных компаний Федеральных, бюджетных, государственных Идет большой спрос В Российской Федерации отмечается рост востребованности инженерного дела Инженерное образование поддерживается Хочу сказать, что вот третий год подряд идет увеличение количества бюджетных мест И в этом году на бакалавриат мы набираем 70 бюджетных мест То есть это по сравнению с предыдущими годами Когда группа была 25 бюджетных мест Также наряду с государственными компаниями Отмечаем рост частного сектора То есть частные компании Также в области робототехники В области биомедицины На сегодняшний день в поликлиниках, больницах В сфере здравоохранения Огромное количество новейшего высокоточного медицинского оборудования Которое необходимо поддерживать Проводить сервис, ремонт, модернизацию В этой части частные компании активно занимаются Если говорить про промышленную робототехнику То можете посмотреть спрос Средняя заплатная плата тех ребят Кто занимается обслуживанием станков с ЧПУ На сегодняшний день от 150 тысяч рублей То есть и здесь идет такое Если рассматривать научные институты То также когда государство уделяет внимание Развитию научного и научных исследований Также ребята востребованы в научно-исследовательских институтах Если говорить про специальность управления качеством Как пример приведу То есть организация, производящая продукцию Есть потребитель Мы с вами допустим И между потребителем и производителем Есть специалист управления по качеству То есть он независимую оценку проводит Дает экспертную оценку Хорошо это, плохо Качественно, некачественно Если говорить про топливно-энергетический комплекс То на сегодняшний день это полностью Если уж так может выразиться Введение государства Все наши природные ископаемые И здесь в области расхода нефти, расхода газа Вот эти специалисты по топливно-энергетическому комплексу Трудоустраиваются Что, что, да На последок взглянем немножко в будущее Планируются ли новые направления В инженерном институте традиционно Из года в год стараются отвечать на запросы Абитуриентов, работодателей И если в 2013 году у нас было две специальности То вот я вначале сегодня озвучил Что у нас четыре программы бакалавриата И семь магистерских программ уже Естественно, по потребностям общества Готовятся к открытию новой специальности Сейчас, так как вот я озвучил Расход нефти, газа Очень интересная специальность для магистратуры Это метрология, расходометрия и сертификация Оценка и учет вот этих полезных ископаемых Если говорить про промышленную робототехнику То как развитие мы заинтересованы Открыть специальность автоматизацию Это связано с тем, чтобы все станки Заводы предприятия автоматизировать И настроить вот эту робототехнику При производстве, автоматизации Если говорить про вот эти патенты Изобретательства У нас есть специальность Интеллектуальная собственность То есть это защита авторских прав И в этом направлении тоже как бы развитие идет Вот исходя из спроса со стороны Общества, государства, абитуриентов Каждый год стараемся открывать Спасибо большое за всю нашу студию Спасибо за поддельный опыт и знания Поэтому на этом все В студии была Кристина Отекина До скорых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok